Сезонная периодизация в тренировках, а также в питании. По-хорошему циклирование касается не только режима тренировок, но также питания. Сидеть всю жизнь на диете – это издевательство с собственным организмом. Это ничем не лучше, чем пищевая распущенность. У профессиональных бодибилдеров и фитнесистов программа тренировок питания определена на циклы набора и сушки. Сначала спортсмены набирают мышечную массу, затем перед соревнованиями избавляются от жира, который пришел вместе с заветными мышцами. Не обязательно быть профессионалом, чтобы использовать периодизацию для своих целей, но голову надо иметь обязательно. Сушка – это не диета, а один из аспектов подготовки атлетов к соревнованиям, который простому любителю принесет больше вреда, чем пользы. Что касается сезонной периодизации, то, как вы, наверное, заметили, большинство людей стремится прийти в форму к лету. Как раз вокруг этого самого лета можно построить свои тренировочные циклы. Итак, макроцикл у нас длится примерно год. Мизоциклы можно разнести по сезонам. Что у нас получается? Осень – зима. Время набирать массу. Итак, мышечная масса нужна не только для красоты, но также для здоровья. При грамотном выстроенном тренинге мышцы – приятный бонус к силе, выносливости, функциональности. Однако, чтобы не говорили, а мышцы не приходят без жира. Правда, его количество уже зависит от качества питания, а также тренировок. Осень – зима – идеальное время, чтобы сфокусироваться на силовых тренировках, а кардио используют лишь для поддержания сердечной мышцы. Например, 3-4 силовые тренировки в неделю, 2-3 короткие интервальные кардио-сессии, а также дни отдыха от всего. Здесь многое зависит от типа тела. Эктоморфы, например, могут обойтись без кардио, а эндоморфом будет сложно. Что касается питания, то набор мышечной массы – это не то время, когда можно есть всё, что душе угодно для строительства мышц. Телу нужны медленные углеводы, белки и полезные жиры. Разница лишь в том, что увеличивается количество пищи. Но я думаю, что тема периодизации питания можно коснуться отдельно. Набрать мышечную массу не так просто. Придётся тщательно контролировать свой вес и объёмы. В идеале вес должен расти, а объёмы увеличиваются очень медленно. Фотографии, отражения в зеркале, любимые джинсы – тоже хорошие способы контроля. Главное, чтобы с весом тела увеличивался и вес отягощений. Весна. Время пролить много пота. Конец зимы или начало весны – переход в фазу жиросжигания. Не обязательно прямо с 1 марта перескакивать на пампинговый режим, когда можно просто добавить методы повышения интенсивности, постепенно увеличивать кардио. Если за зиму удалось набрать хоть немного мышечной ткани, то процесс жиросжигания пойдёт более активно. Мышцы – главный фактор скорости метаболизма. Больше мышц – быстрее метаболизм. Быстрый метаболизм – быстрое избавление от жира. Что касается кардио, то для некоторых везунчиков это вовсе не является необходимым. Аэробные тренировки играют большую, меньшую роль в жиросжигании, но являются отличным способом расхода калорий. Вот только есть у них огромный минус – тело привыкает очень быстро, можно постепенно увеличивать время, а также менять виды кардио, интервальные высокоинтенсивные тренировки, функциональный тренинг, тренажёры, табата, гири, скакалка, бег. Я не думаю, что это нужно делать хаотично. Пока работает отлично. Перестало работать, пора внести коррективы. Это касается любой программы тренировок – в зале или дома. Параллельный тренировок должно измениться питание, небольшой дефицит калорий за счёт углеводов, разброс продуктов в течение дня, как сложные углеводы и фрукты утром, овощи вечером, белок равномерно на протяжении дня. Единственное, что пролиция пота чревата нарушением водно-сливого баланса, тем более на дефиците калорий. Чувство жажды притупляется, поэтому нужно уделить внимание употреблению воды. Лето. Время работы над результатом. Любой результат – это отлично, но его всегда можно улучшить. Лето можно использовать по-разному. Можно отдохнуть, тренируясь в своё удовольствие или вообще сменить вид активности. Этот сезон наиболее хорошо подходит для улучшения результата. Долгий световой день, тепло, повышение активности, множество фруктов, овощей, зелени, из которых можно приготовить массу полезных блюд. Лето может стать временем поддержания результата или его улучшения, в зависимости от фронта работы над телом. Самой большой проблемой тренинга является отсутствие конкретной цели. Например, и похудеть, и подкачаться, как можно быстрее, так не бывает. Максимального результата можно достичь, сосредоточившись на одной конкретной фитнес-цели. И при этом данной цели должно соответствовать питание, тренировочная программа, образ жизни в целом. Сезонная периодизация тренировок как раз позволяет это сделать. Более того, циклирование тренировочных режимов увеличит силу и функциональность, а также позволит преодолеть плата и не допустить перетренированности. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok